ну вот значит закончился опять очередной осень без единой дождинки зайцы побелели русские до них не добрались не перебили еще всех белых поэтому еще не заживут и опять на сухую почву бляха муха снег снега шоль две дни прямо без остановки были прямо так это ну хорошо конечно сидишь дома тепло то все блин снежечки падает все бело красиво срач весь закрылся но блин чистил сегодня на боб катя прямо целый день ведут наверно птичка видит так птичьи кормушки поставили наполни хотя наполнять почти не чем с них лишь какой слой выпал ой толкал во все дырки так пацаны сейчас что то покажу но прямо переживаю думаю если увидите то прямо начнете меня бояться прямо хлещи как это чеченского какого-то бардача который аллах бар клещить почему потому что я грозный капец смотри вот это значит что такое сейчас вот мотри шевелим мотри какой сверх мотри хороший утром прихожу после первый день снегопады да и вот это это курс лежит там вот в снегах да просто это они два черные вороны полетели ну думаю черные вороны же сволочь только на халяву можете как орки блин а это самое а замочить же сами не могли были матрю точно убитый курс был здесь и потом протащен по глубокому с него другом место и голова от единой голова от единой голова от едой только вот такие вот гады блин всякие ну еще со сова там всякие разные а ну бляха ну шо робот ну шо робот федот отказывается выходить на улицу когда снег глубокий чем будет яйца морозить которые ему отрезали при кастрации но по три дверь закрыл фанерки поставил с них надо блин чё вы блин это не напомнили мне ни хера каждый год мы это с друзьями не ходим в баню мы берем лопату и закидываем плотно снегом и потом в сарайке там тепло блин и ничего не промерзает ну и короче ковыряюсь утепляю туда-сюда и блин это я зайцам что-то не видать перестали они бегать федот куда пошел что я за тебя должен этих мудаков тут ловить ну и короче я притащил пушку значит зарядил все у нас же никак у орков там 60-х годов у нас современные все и патроны блин всего лет десять им никак я мог хера новички он закоченел блин я даже не буду черный мешок ему пусть 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 родители ждут пусть 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 считает что пропал без вести но но бляха не люблю когда вот земля это почва такая блин сухая да прямо трава зеленая знаете сочные прямо это чуть-чуть ковшик это не так блин опустишь и херак и выворотил кусок а я же люблю травку блин зеленую когда ласточки летит так а потому что собака нас пошел гулять два дня назад как раз перед снегопадом на а это ну каждую осень сволочи эти блин дурку это нет дуреть просто жрать хотят ну все эти живности она до пятичка там сидит и что-то келевает и федот его скрадывает ага филе ты чё орка что ли блин чё нахер беззащитных чё ты будешь дептичка диризировать что ли блин наше поместье ну и пошли мы с динамитом по дороге блин и назад идем уже да он старенький далеко не любит ходить и смотрю оттуда из леса так шмыгнула птица а я знаю как соки они это мягко так плавно летают а это быстрее нихера думаю себе тут что такое учатся думаю посмотрим а посмотрели блин еще несколько шагов сделали птица значит от седова тудой летит в лес и в когтях тащить белого голубя от него только перышки белая кричать ой бай ой бай рятуйте люди добрые нихера подобного короче у роли улетела это и птица унес но смотри вот куры я кинсу ну и так обидно блин думаю ну сука возьми пушкарь и пойду я тебя приговорю орлы они же здесь не это самое они только пролетные знаешь это ну прилетели херак это самое на цика хапнули значит блендеры там зачем там чё смогли блин айфончики и херак это домой на юга короче на сваливают и так это мы с ним не рассчитались короче ну и хер с ним думаю да потому что голубей вода хренище я летом взял это рассерчал и залез и 20 штук с лишним приговорил тетя оля говорит кушать будем ягодичу блин совковая что ли совсем будем сейчас мы голубей жрать еще она но никто не хотел брать мы были ну а потом вот это недавно я залез это вчера или после когда эти снега начались и дверь закрывать ну на зимний режим переходим там у них есть плиток даже 2 дверь закрываю чтоб никакие басумане туда не это и посчитал их один штук еще там блин до хренища короче я оставлял всего блин штук 6 или 8 размножаются как орки блин ёлки-палки опять снежинки короче снега постоянно смотри старлинг лишь это у него есть эта система внутреннего отопления скажем так это топит снег короче но за пыню не топит а снег топить если на него вводят и это ну это классно в любой момент херак и интернета у тебя есть потому что снегами и не открывает а он это плавит снега ну вот так все рассказал значит камера немножко что-то пытались дыхать я их это ребут сделал короче свет выключил включил и все нормально блин еще чего пацаны делал елки с вами хер блин это становишься блин давай следующий раз покажем вот что там внутри вот прямо мучитесь мучитесь не спите ночами и гадайте и хрен угадайте чё там внутри федот заколебал ты блин тут съемки такие были мощные а вот это некоторые заходят орки и думают что мы там ура там буква зима у меня может на жопе или чё и они такие разочарованные потом а еще что я много говорю и быстро говорю они меня вообще за дебила считают и пытаются оскорбить я их посылаю просто за кораблем москва блин ну где макаров макаров про макарова чё скажите чем короче пацаны маленькую подсказку дам вот смотри там это смотри вот и вот шутся таких ушутся такие вот там а вот хрен угадаете блин а теперь угадаете конечно все сейчас мы пойдем приключение искать динамита загоним федота загоним и пойдем включение искать когда такие катаклизмы это многодневные снегопады то ну это стрессовая ситуация для многой живности а и у меня тут рябчики крутились гулять пойду там по дорожке пару штук и раз разворачивай обратно и это здесь вот на деревьях и хорошие такие красивые хохватные рябчики ну а у вчера мы с тетей оля значит это у вдвох работал и и она раз динамита выпустила а он старенький я там в каждой серии рассказываю что я старенький а про динамита я же еще не упоминал что он тоже очень старенький вообще никуда гулять не хочет ходить его за клеца так пописает и все и это и она выпустила значит патрича покажу что то увидите вот это вот где дырка это дверка открыта это вот та чудо-печка которую я соорудил нихера она не работает пацаны дымила дымила зараза я психанул короче и вытащил и выкинул ее а не смог вытащить и выкинуть и пришлось бобкаты и клыками и с помощью божьей матери и тетя оля помогала еле еле мы вытащили бляха дурацкий проект такой получился обидно немножко я она ужасно тяжело потому что я камнями наполнил я думаю ну камни раскаляться потом будет тепло отдавать русаки орки родине долг отдают пожизненно так думал эти камни будет тепло отдавать на нихера не сработало ну да работаем на следующий год и теперь это или просто изменим конструкцию и думать будет работать так внутри здесь следы это рябчик на ну и короче и тетя оля динамита выпустила блин и вдруг он молодость помню как загавкал как запрыгал это но слепой то ясно блин хромой ваше это ну и глухой глухой помощью хуйну нос работает нос работает я думаю шо ж вын прыгая и смотрит это туда и значит в лес я хирак в лес заскочил и шо вы думаете вот кустами кустами вот у меня там за сортиром там это зверюга блин чешет кают по моему был делали вот уже короче он направился в обход нашего фазенды динамике он напугал он развернулся и текать но после этого еще сутки шел снег и поэтому на контроль на следовой полосе нихера нету так мы пойдем дальше искать приключения вот это я не очень люблю ребята это я не очень люблю когда вот такой вот этот след синичка привет это зверек невысокий на ногах круче то блин ну того что я шлепнул то понятно да как у вас называется ласка там горностай хрен его знает видел короче а вот это вот это это блин это уже из куньих блин мартины здесь называют ну куницы какая-нибудь или соболи или чё-нибудь они могут легко это провесть как голодный орка в любую дыру узнаете могут через голубиный леток в туда и там делов на делать ну кур я до сих пор выпускаю так что они тоже могут их приговорить болин вечеряет пацаны дерева такие высокие серьезные блин снегом припорошенные а вдруг там рыся вдруг там то да сё а мы-то блин только-только с колен поднятые еще сыклявые ну ладно идем дальше в белое безмолвие вечеряет вечеряет темнеет пацаны смотрите хоть засветло вернитесь так пацаны вот вы думаете мы с вами вроде на равных нихером они одинаковые у нас есть большая разница а какая знаете у меня есть канал рифмуется на анал и значит что думаете много денег ни хера подобного есть дислайк ну обычно это понятливые такие просто отправляешь за кораблем москва и все некоторые нихера но это этих приходится вот так вот по индейски спрашивать как индейцы живут ну как вот по-прежнему сжигают значит дислайкчиков на костре там глубоко их несколько штук и я теперь отправляю к праотцам пацаны вот здесь это правее если возьмете тут этот снег не кушайте желтый снег не кушайте даже если он буквой зю нарисован блин или буквой ви все равно не надо патриотизм патриотизмом были на на раблин как думаете сгореть нет а что не сгореть то следует блин большевики придут из искры возгорится пламя поехали от седово я накрывал специально пленку чтобы и дожди не навочили а дожди это нихера не было блин елки-палки опилки там полусыри они теперь замерзшие ну думаю быть будут клеть сейчас это безопасно ну народ в принципе кто живет в таке вот так и делают это если что-то сжигать то после первого обильного снегопада как-то угрозы пожара нет никакой и другой аспект что если кто-то увидит столб дыма ты тоже не не закопишется потому что если летом или осень не дай бог у всех сразу один орган джим джим очень боятся могут пожара правильно возникнуть ну вам-то хорошо блин весь лес китайцам продали ничего не будет гореть блин живете в сахаре блин верблюдов завозите елки-палки блин с колен в статуи весь мир уже хер знает куда на пар собирается они все еще блин гимнастерки саперные лопатки блин с колен все встают и по нам мама как думаете сгорит нет по весне приедем проверим придем обратно по белому безмолвию джека лондона читали да ни хера вы ничего не читать это вообще капец и знаю были мы уезжал еще страна как страна была блин он блин я не знаю ну полно говна всякого советского было там твардовские хуевские измените блин эти симоновые всякие ну убей врага мощные такие описаны произведения мы были прекрасные хорошие русские писатели знаете пришли то что ну блин вообще перестали читать ваще и потом как понеслось и вообще в ахере был просто привет вид медь и понеслась изнасилование русского языка русской души русской культуры и всего русского и осталось только советское ну пошли домой бери шинель пошли домой браток а чего такие блин блин даже это отсеклялости даже сдыхать готовы блин ну деды деды сука блин заколебали с первой мировой скалы ну нахер блин штык земли домой а голодранцы были найти у которых нихера никола не двора дом дома не было те в питер там блин там хоть жертва то сё смольный там стреляешь охраняешь костры сжёшь ленин выйдет чаю вынесет блин ну вот так вот и жили блин а вы сука чё не можете больше в землю и все блин или пришли тоже блин кремлю там блин мне своими ржавыми калашами вас же свои же братки блин омоновцы они то лучше вооруженные блин вас то мочить надо хорошие блин экипировку шо за сэклявый народ не знаете есть еще такие нации нет да прыгайтесь сука блин зерном хоть не балуйтесь вы еще блин голодных сомалийцев не видели блин вот если они блин сказать им кто блин им хавку перекрыл блин и дать им ржавые калаши то вам мало мне покажется блин сука будете блин северной корее таксистами работать рикшами были а мы идем куда идем мы с пятачком большой большой секрет хлопцы съемки в темноте почему ну чтобы это чтоб меня не закидали тухлыми помидорами чтоб меня не видно было короче вот вас там нету и все блин что ты сделаешь так давай попробуем камеру поставить хочу что блин я же не могу вот так рахом смотреть блин это чё я блин на коленях что ли рожденный блин елки-палки як бы поставить и красиво бы камеру как вот как-то работал весь день весь день с них толкал елки-палки деды об этом даже не снилось им блин елки-палки на чему рожки сидишь там как тракторист все как танкист были короче ну были ну ладно не речь не об этом что-то упомянули мы долг родине и блин так захотелось мне поделиться пацаны вот слухай вот на этой планете блин государстве всяких и народов до хранища но блин или у других или родины нету блин или они ничего не должны родине вот как-то и вот и вот это так я начал думать в этом направлении вот здесь допустим вот эта страна это наша родина для моих детей по любасу и для внуков тоже да и вот это знаете но никакого долга нету не были нету перед родиной знаете а наоборот хотел объяснить как в разных странах наоборот родина тебе должна очень много когда мы сюда приехал и короче дети еще ну подростки были и молодежь короче и это а выяснилось что местные это блин сволочи блин они же это самое ну пятилетки не строили за три года правильно они это денежки откладывают на обучение на образование потому что в америках образование сами знаете дорогое блин это вот в германии поешь там она бесплатная но зато у них и нету там кембриджев там всяких да оксфордов правильно ну масса щуще сейчас это значит это университетов таких ага но за бесплатно чё получишь правильно ну вот так а тут образование дорогое значит ну ну и чё мы ну ну это а знаешь чё были на не делают это но я сказал уже до местные короче еще программа есть родина даете программу вот и ребенку отложи там блин 10 тысячей блин и государство тебе тоже добавляет 10 тысячи представляешь ни хера себе как узнал так это расстроился немножко верну чё за несправедливость такая банкиры ты чё вовчик блин да мы все прекрасно понимаем говорит ну ты поздно приехал это ну к сапочному разбору но не твоя же вина правильно программа то есть правильно грит у тебя где ты ты уже большие блин ты был за это время мог бы там это блин ну 15 штук допустим да ему им отложить на образование давай сделаем так говорит давай 15 штук сейчас ложи и мы тоже 15 штук в догонку ложим задним числом представляешь блин ну всем хорошо а чем программа есть почему нет правильно блины банкирам тоже бабки крутятся но блин вот этот счет только на образование только на образование то может деньги снимать ну мы так и сделали и классно в принципе знаете ну ну не знаю другие там орки там они любят не знаю блин что там бмв купить или чем а мы решили на образование и поэтому деньжата чик положили государство добавила и было красяво ну то есть представляешь да блин ну такой усман блин на халяву бесплатно блин да государство дает вот так вот этот долг значит это еще не все пацаны не все потом короче образование пошли дедит и значит в университет ну а дорого-дорого кричат но на самом деле но где-то две штуки сноса было грубо так семестр ну книги дорогие ну опять же если мозгой шевелить то можно бы уж не купить а можно из интернета слямзить правильные распечатать и тому или на крайняк сзате кого-то скопировать тоже ничего прям совсем уж любви прямо что ли копирайты будем сейчас молиться ну и короче ну а ну ну там ну ну житьё хавчик а но полюбасу знаешь даже если ты не пошел в университет ты бы где-то жил бы правильно платил бы и питался бы тоже блин то есть это нельзя причислять к ну короче образование вот так вот значит и знаете шо пацаны ну плоти ли мы исправно с этого счета вот так берешь денежки и плотишь а еще девки там очень много это ну тудисью ли рассылали даже мозгой шевелили и получается здесь это называется как называется блин типа стипендии знаете но это короче дают тебе если ты хороший ребенок и хорошо учишься или хочешь учиться херок тебе еще хорошую кучку денег и но и девкам всегда преподала тысяча там две там эльвирки даже 5000 а у катюхи просто стабильно каждый квартал там каждый этот семестр тысячи или две за отличную учебу за хорошие оценки ну динс лист есть такой то есть ты на ректорском этом листе там списке значит четкий пацан блин или девка и тебе где деньги деньги за это дают короче диты отучился и значит кораблю большое плавание и шо вы думаете пацаны и вот здесь вот значит надо долг отдавать только не тебе родине а родина тебе и родина прибегает и говорит браточка сестреночка для тебя есть специальная программа если туточки останешься в нашем штате масочущеси значит или там соскочевание значит такие шепелявые названия по придумывали блин не чтобы вот так это блин печенеги эти самые аняшцы блин ну а тут и это короче если останешься и будешь здесь трудиться или вообще просто останешься то государство тебе будет это каждый год 2000 максимум 12 тысяч это только с чего не была программа в других я не знаю как но провинциальная программа такая чтобы она называется чтобы удерживать кадры чтобы они не улетучивались куда-то не убегали в соединенные штаты америки чтобы там с обамой вместе там подъезды не обсыкали а чтобы дома лучше обсыкали ну ну и вот такая программа значит классно знаете и поначалу она вообще офигенно заработала но потом государство врубилося а косяк то какой а некоторые мудачки после окончания института не идут работать а бабло капает каждый год 2000 максимум 12000 то есть 6 лет можешь получать они сказали не 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 меняем программу только для тех кто идет и работая и короче зарабатывая там столько-то и потом когда государству плотишь значит налоги то вот этих налогов две штуки оставляешь себе то есть программа по-прежнему работала только по чесноку если зарабатываешь деньги то есть тогда то и ну вот так вот как тогда и знаете что мы мои дети в принципе не только отбили все деньги но еще и с прибылью вышли из этой ситуации то есть получили образование за бесплатные даже получили в догонку кучку денег и вот это вот я считаю вот когда родина мать тебя любит и значит никакие долги и не надо отдавать и тем более в черном мешке возвращаться какой-то нахер долго были до свидания